Боже, Господи Боже, будь милостью ко мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель Господь и Бог наш. Благодарим Тебя за великие и неизреченные милости. Господи, вот мы вошли в тот день, которого никогда еще не было во Вселенной. Слава Тебе. Благодарим Тебя, милосердный Создатель. Да будет этот день, Господи, посвящен прославлению Тебя. За дивные дела Твои, Господи, за Твое долготерпение. Хвала Тебя, наш Господь, слава Тебе. Боже, милостью будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо Слово Твое, Святая Библия, говорит, что в последние времена женщина будет рождать чудовищ и приводить в ужас людей, будут похожи на демонов. Прости нас, Господи, прости, помилуй и благослови. Когда человек свой лих будет менять на сатанинский и будет гордиться этим, не зная, что ожидает его мука вечная, огонь неугасающий и червь неумирающий. Когда после смерти будет суд каждому человеку, и Господь придет на землю, и ангелы и архангелы соберутся, и при последней трубе архангела мертвые воскреснут из гробов. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты оповестил народ свой, дабы люди бодрствовали, искали Тебя, поклонялись Тебе. Ибо Ты, Отец Небесный, так возобил мир, что послал на землю Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, Который умер за грехи всех людей, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Спаситель! Слава Тебе, милосердный! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй, спаси и сохрани. Ты, Господи, сказал, что Ты есть путь истины и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Тебя, Христе Божий наш. И кто не имеет Сына, кто не верует во Христа, для того нет и Отца Небесного. Это нам открывает Священное Писание, Слово Божие, называемое Святой Библией. Хвала Тебе, Господи, и слава Тебе! Мы просим Тебя, Владыка Святой Истины, поши добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, дабы Твоя всеохватная любовь привлекла и их к Тебе. Ибо нет другого имени по небам данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аллилуйя! Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основан ее на морях и на реках, утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на сердце в месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чистое, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего, такого рода ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Иакова. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сеет Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сеет Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Аллилуйя! Ибо ты, Господи, предупреждаешь, что всем нам надлежит предстать предсудилище Христово после смерти, дабы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Сегодня человеку дается возможность определить себя, где он будет в вечности. С сатаной, вброшенной в огонь вечный, где огонь не угасает и щерь не умирает. Или с Господом, Спасителем Христом, в вечной радости. Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Зачем тебе умирать? Избери жизнь, избери свет, добро, милость, прощение, благословение Господне. Хвала тебе, наш Спаситель. Мы благодарим тебя за великие незрещенные твои милости, за долготерпение. Господи, даруй духовное рождение патриарху, епископам, священникам и пастве, и удаляй от них сребролюбие, чтобы они не нарушали святые каноны. Ибо ты сам сказал, что нужно человеку, чтобы спастись. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Коснись, Господи, сердца правителей. Наведи страх Твой на них. И сохрани их от покушения на них. Господи, положи им на сердце издавать мудрые законы, не угнетающие человека, дабы он мог достойно прожить, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя. Господи, коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи насценить мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на вселенную. Ибо слово Твое говорит, что поднимутся брат на брата. Государство на государство. И треть человечества исчезнет с лица земли. И на три с половиной года воцарится единый правитель над всем миром. И будет царствовать он, жестоко угнетая верных. И каждому будут поставлены начертания на лоб и на руку. И в этой цифре будет шестьсот шестьдесят шесть. И ты придешь, Господи, через сорок два месяца. И свергнешь его приходом Твоим. И явятся архангелы. И при последней трубе архангела задрожит земля. И мертвые воскреснут. И души войдут в свои тела обновленные. И Господь разделит налево и направо. Справа будут овцы, а слева козлы. И скажет Господь праведникам. Я алч, хотел есть, и вы накормили меня. Я жаждал, и вы напоили меня. Я был в темницах, и вы посетили меня. Я был болен, и вы навестили меня. И они скажут. Когда, Господи, мы не видели Тебя? Так как вы сделали одному из малых сих верующих в меня, то сделали мне. Войдите в радость Господина Своего. И скажет другим стоящим слева. Я алкал, жаждал, был в темнице, и вы не посетили. И эти также скажут. Где мы тебя не посетили? Он скажет. Вы не увидели бедных, страдающих, покинутых, одиноких, слепых, никому не нужных. Почему вы не помогли им? Это я был, и вы меня не узнали. Господи, Боже мой, и я виновен. Прости меня ради милости Твоей, ради любви Твоей. Ты сказал, скоро гряду и возмездие мое со мною, дабы каждому воздать по делам его. Услыши нашу молитву, Христе Боже наш. К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю. Да не постыжусь, что я на Тебя уповаю, Господи. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его. Аллилуйя. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, испытай меня. Расплавь внутренности мои, сердце мое, ибо милость Твоя перед моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми и сковарными, не пойду. Возненавидел я сборища злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать глазом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство, и у которых правая рука полна вздаимства. А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе, Милосердный, за свет этого нового дня, которого никогда не было во вселенной. Ты дивно велик, Господи! Ты продляешь мир на земле, дабы многие еще могли уверовать в Тебя, Христос Иисус, что Ты умер за грехи наши по Писанию. И никто не может спастись другим именем, как только Твоим. Аллилуйя! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий во Христа Иисуса не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Мы молим Тебя, Господи, избранников Твоих, благовестников и миссионеров, пошли по всему миру, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И им открой, Господи, двери покаяния. Мы на Тебя уповаем, Христе Боже наш, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, любящего создание Своё. Хвала Тебя, наш Господь! И наше крестное знамение, и вид, как говорил Александр Невский, должны внушать ужас супостату. И мы это видим. При виде крестного знамения самые сильные тут же падают, закрываются. За доли секунды им понятно, что грядёт суд Божий. Но перед этим Господь посылает своих свидетелей, дабы возвестить миру о пришествии Спасителя. И ничто не укроется от очей Его причистых. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, Господи! Благодарим за все Твои неизреченные милости. Боже, будь милостью ко мне грешному! Создав имя Господи, помилуй меня! Бесчисла я согрешил, Господи! Прости меня грешного! И помилуй! Аллилуйя! Господь, свет мой и спасение моё, кого мне бояться? Господь, свет мой! Господь, крепость жизни моей! Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце моё. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господне во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Аллилуйя! Ибо он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаённом месте селения своего, вознёс бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принёс бы в его скине жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце моё говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего, Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой, ибо Отец мой и Мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на сезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце Твое, и надейся на Господа. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за великие и незреченные милости, ибо блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Блаженны плащущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны миротворцы, ибо они наречены и будут сынами Божьими. Аллилуйя! Блаженны, изданные за правду, за имя Твое претерпевшее гонение, ибо велика их награда в вечности. Укрепи, Господи, свидетелей Твоих, потерявших свободу, плененных, убиваемых. Дай им силу все перенесть и не отречься от Тебя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса Христа, через которого мы принимаем спасение. Аллилуйя! Ибо делающий доброе идет к свету, а делающий злое не идет к свету, дабы не обличились дела его. Господи, Ты позволил нам зайти в это место. Эта тьма, здесь царит прелюбодеяние, сквернословие, безумие. Останови этих людей, открой всем в любви Твоей. Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и благослови. Аллилуйя! Это отдельно выделить. Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Честь Тебе и благодарение! Слава имени Твоему Святому! Хвала Тебе, наш Господь! Милости Твоей, Господи, полна земля! Мы благодарим Тебя, наш Создатель, за продление жизни, за свет этого нового дня, которого никогда еще не было во Вселенной. И мы не знаем, что ожидает нас, но мы доверяемся Тебе, Господи. Благослови нас! И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. И коснись сердец начальствующих царей, дабы они издавали мудрые законы, дабы человек мог достойно жить и было бы из чего уделять нуждающимся, чтобы они не разграбляли души и государства. Коснись сердец Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. Будь милостив к ним, сохрани их от покушения на них. Слава Тебе, наш Господь! Хвала Тебе! Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я возвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из зада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте, Господу, святые его, славьте память святыне его, ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером во дворяется плащ, а на утро радость. И я говорил благоденствию моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лесо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господу умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу. Будет ли прах славить Тебя, будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи. Будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно. Аллилуйя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, наказать, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и приисно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Сарю небесный, утешителю души истины, иже везде сэй, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистены от всяких скверных. Спаси блаже души наши. Добрый день. Здравствуйте. Вы хотели что-то спросить? А вы религиозные, да? Нет, мы верующие. А какая разница? Большая разница. Религии, кажется, религию Бог не создавал. Их люди могут религиозными сделать, разным божествам. А мы христиане. У всех разная ценность. Для нас ценность Христос. Он умер за нас. И поэтому мы видим везде крест. И даже на скорой помощи крест. И награждают крестом. И на храме крест, и на тельный крест. Чтобы мы помнили, какой дорогой ценой... Это орудие пыль. Что? Повторите, пожалуйста. Нет, это орудие пыль. Правильно. Самая страшная пытка. Ее претерпел наш Господь. А после того, как он был принесен... Я не закончил. Подождите. Вы задали вопрос и не выслушали. Я предложение еще не кончил. Так. Он орудие пытки остался. Но для нас куплено спасение. И мы вспоминаем, что Христос умер за нас. И теперь для нас это знамя, высшее знамя. Богу славы. Говорите, пожалуйста. А при чем здесь в том, что умер Христос, орудие пытки и носить это на теле? А вы знаете, что Бог сотворил... Что это на связь? Господь Бог сотворил Адама и Еву. И сказал, все, что в раю есть, ешьте. Это ваше. Тогда еще мясного не было. Это до потопа было. А вот это одно дерево. Дерево познания добра и зла. А его не трогайте. Если вы вкусите... Он Адаму сказал, ебы-то еще не было. На Библию я знаю. И вот я скажу. Ну, по-нашему, если какой-то плод там, яблоко, ну, названия нету, сорвал бы кто-то, ко мне в сад зашел. Ну что, ребенок? Я бы сказал, да подожди, я тебе на пазуху еще там за пазуху дам. Но это было нарушение Божьей заповеди. Нам не надо тут философствовать. Но уже умерло за это преступление больше ста миллиардов людей. Слушайте, больше ста миллиардов ушло в землю. И дети все смертники. И поэтому отец посылает сына... Не понимаете, что вы сами себе противоречиваете? Не противоречиваете. Вы слушайте. Не надо. Вот. И теперь Господь Бог посылает на землю сына своего второе лицо Троицы. И он восчеловечился через Деву Марию. И взял грехи мира на себя. Он безвинный. И он страдал. И говорил, прости им этим хулителям. Они не знают, что худо творят. Вот при чем здесь крест и при чем страдания. Жертва Христа столь велика, что верующие в Него имеют жизнь вечную. Я, ты, любой. И от первого человека до Адама и будут спасены, и будут в раю. Поверь. Но теперь живи по заповедям Божьим. Не нарушай. Проси у Бога рождения свыше. Другую мысль Бог положит. Другое сердце будет. Чтобы Дух Святой тебя влел. О чем Серафим Саровский сказал. Цель жизни стяжание Духа Святого. Мир ничего этого не знает. Ищет противоречия и с этим умирает. Верующим Бог дает непревзойденную радость спасенного грешника. Да, я утопал. Но меня вытащил Господь из этой бездны греха. Мои товарищи, с кем я учился в школе, практически уже никого нету. Тот запился. Тот там с чужой женой был, его пристрелили. Третий там утонул, а мне 80 лет. 80 лет. И меня за слово Божие мучили. Я по пяти тюрьмам прошел. Меня 26 лет пытали, мучили. А у меня кроме радости ничего нету. Я благодарю Бога моего. Мне 80 лет. А в семье... Дай Бог себе здоровья, я еще проживу больше. А отец у нас инвалид войны был, у нас 10 детей. У нас государство все выбирало за план. Мы мороженую картошку собирали. Там рыжик, лебеда толкли, кто-то пни там гнилые добавлял. А отец инвалид войны. 10 детей, и государство нас рвало на счастье. И мы ни разу не слышали, чтобы отец или мать ругали правителей. Когда я получил... Нет, я все... Вы... Вы... Я чуть-чуть... Вы чуть-чуть не туда пошли. Вы уж простите, но вы не туда пошли. Я вас совсем другой вопрос задал. Я не спрашивал, что с вами делало государство. Я задал вопрос, какой? Чем отличается вера от религии? Я ответил. Вы должны были понять. Вера, то, что Христос умер за меня, а религию можно сляпать любому. Есть Марс, есть Венера, есть Аскрипий. И христианство это религия? Это название люди придумали. Нет слова религия. И религия есть. Религия с греческого означает благочестие. Его заменили, а теперь религия. За религию Бог не спрашивает. Написано, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А не в том, что дело я теперь буду там строить 200 храмов, как в Москве сейчас. И приучили людей, приходят, денежку дай, денежку дай, свечку купи, а свечи не чистые. Одно с ребролюбия. Закрещение братец Симония. Я это тоже не поддерживаю. А сколько лет Бизантия воевала с русичами, чтобы мы стали христианами? Ни одного дня не воевала. Совершенно. У вас сложная информация. Вы знаете, как пришло христианство. У царя Соломона было 300 жен и 700 наложниц. А у князя Владимира Русского, который христианство принял, было 2000. 2000. 2000. И он у родного брата Ярополка жену полюбил и убил его родного брата. Вот какой был князь. А теперь пошел воевать. До Корсуни, когда дошли, на своих щелнах. А в это время в Греции два василистка были. Василистка-то цари. Молодые совсем. И они окружили город. Взять его, говорит, щит на вратах цареграда поставить. Ну, поэт Глинка об этом пишет. Что тебе нужно, чтобы ты отошел? Он говорит, у вас сестра Ясианна, отдайте ее за меня замуж. Ему 2000 не хватает. А вот Господь так и сделал. Ему поставили условие. Пока ты не крестишься, ты язычник. А Греция совершенно к русским не приходила никогда. И он крестится. Как он крестится? Какая вера? Тут можно говорить. Многие годы говорили так. Когда он вернулся, то князь Владимир на берегу, крещатик, в Киеве. креститься, Нептуна выбросить, там, Перуна порубить. Но кто не будет креститься, мне не друг. Я говорю, не обманывайте. Он так не говорил. Он с мещом стоит. Теперь пишут, как было. Он сказал, кто не крестится, тот мне враг. А враг, значит, он рубить будет. Дома никакой византии не было. И народ крестился. Было. Это неправильно. Это неправильно. Крестьяне мы стали не сразу. Да, конечно. Даже выбрано было то, что половина, половина было язычниками, половина, ну, я грубо говорю, крестьянами. Иначе государство было не удержать. Ну, по сегодняшнему мы можем уже рассуждать. Поставлены фильмы, там такие, о Византии даже, он теперь митрополит, Шевкунов, Тихон. Все это разобрано подробно. Но главное, что в это время появились настоящие, искренние христиане. Его первое-то крещение бабка Ольга приняла. Житет святого Феодора, сына его Иоанна. Были христиане, да князя еще где-то. Ну, а тут официальная религия стала. Вот это религия. Не вера, а религия. Приняли люди не веру, они остались неверующие, но обязаны были исполнять. Это религия. Научили нас исполнять что-то. Воцерковление, через какое причем свечку подать, когда поститься, в веру это не входило. Я верующий, мне посты нужны для смирения плоти. Я 45 лет начальник детского лагеря, основатель его. И поэтому, я знаю, сегодняшнее поколение, оно стремительно разлагается. 45 лет. Оно уже разложилось? Ну, правильно, но только сказать, может быть, не для всех. Это у вас кошечка такая? Да, я котенка купил себе. А, так, ну-ка дай этого белого, покажем ее тоже. У нас три кошечки, тоже котенок. Посмотрите. А вы староверы? Мы из староверческих корней, но мы ходим в церковь эту православную, которая открыта. К нам приезжает митрополит. Мы Барнаульский, Алтайский край. Вот он где. Какой он красавица у вас? Покажите. Вот молоденький, молоденький еще только. Только-только растет. Я его... Красавец. Это да, он где-то в конце сентября родился. Вот он как. Так, а это его бабушка. Еще живой. Это бабка его. Ну, красавца. Вот какие. Мышатник. Я держу голубей. У меня три голубятни. А там всегда зерно, семечки и мышей много. А кошек держу, они их уменьшают. Мне они нужны для дела, не для игры. Это, видите, мы сейчас находимся в городе, а летом я в деревне. У меня даже в комнате и то в коробке пара голубей живет. Я люблю их с детства. А вы сейчас находитесь в городе? В Барнауле, в городе. Город Барнаула, Алтайского края. А ваша фамилия как исследует? Вот мои ресурсы. Ютуб. А внизу фамилия и имя. Лапкин Игнатий, да? Да, если вы зарядите во свете Библии, Лапкин Игнатий будет сайт. Если эти слова добавите в форум, форум. Если зайти по скайпу, меня только назовите, я один с этой фамилией, с этим именем. Если вас Кузнецова зарядит, там где-то в ВКонтакте, Кузнецов, допустим, Владимир, там ровно почти 2 миллиона их. А я один. У меня такие фамилии и имя. Вот Господь так сделал. Даже коснись. Имена какие? Вас как звать? Звать как? Антон. Антон. Антон довольно распространённый сегодня. Ну, Антоний, Антон. У меня в лагере были сразу 2 Антона. Вот так вот, Антон. Антоний, правильно. А вот у нас называли это. Мы из старобрядцев. И поэтому называли по календарю. Вот у меня отец Тихон. Тихон. А у него 2 брата, допустим, Амос, Степан и Наум, третий там зять Наум. Где сейчас такое найдётся? У мамы моей. Три брата их на фронт взяли, все погибли. Макарий, Филарет, Эммануил. У меня старший брат Самуил. Моложе меня Иоаким, он священник, протеерей. Всего братьев? А? А сколько всего братьев? Сколько всего братьев? 5 братьев у нас, 5 сестёр. А это отцовы братья я перечислил. Отцовы. Дядя мои, дядья. Ну, ну, ну. А вот сейчас, когда Самуил и Аким, Игнать, это мы родные братья. Брат у меня священник. Йоаким, найди, где Аким. А Богородица, отец был Яаким. А на Марии Акимовна по паспорту была. А поэтому сегодня называют. У нас здесь в Барнауле мэр города Владимир Николаевич. Ну, вот он погиб в автокатастрофе. У него заместитель Владимир Николаевич. Я сотрудничаю с тюрьмой. Начальник СИЗО Владимир Николаевич. Я пошёл по сельскому хозяйству в краевую администрацию. Начальник там земельного отдела Владимир Николаевич. Что-то и в Новгороде. Но у нас щтецы, рукоположные, а в общем она маленькая. Четыре Игоря, все щтецы. А два из них даже Игорь Владимирович. Ну, не годится это. Ясно. Даже в этом и то мы неразумные. Главное, чтобы он за руку, пойдём я по делам дальше. Да, пожалуйста. Это папа и все убегает, когда к ним обращаешься. И когда о Боге говоришь, все торопятся куда-то. Ко мне сейчас прийти просто. Да я знаю это. Я просто вам говорю, чтобы вы знали. А, да? Да. Одна секунда сегодняшнего разговора стоит целого дня вам. Ну, мне есть о чём задуматься. Но вы не забывайте, куда зайти. Вы можете по скайпу с вопросами. Я буду ждать вас. С Богом. Аллилуйя.